МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Гнатенко. Доброй ранецы. Развивать приватный бизнес, больше активно освоивать и главное утромливать европейские рынки, максимально снижать себе кошт продукции, при этом, зразумело, не охверовать ее якостью. Об задачах по развитию экономики региона ишла размова подчас рабочей поездки наместника старшини Гомельского облаконкама Баляслава Перштука в Речицкий район. У встречи приняла удел и наш корреспондент Марина Северьянова. Девальвация российской и замежных валют негативно отбилась на экономице Беларуси, як экспорта ориентованной страны в целом и Гомельской в области приватности. 60% нашей продукции продается за мяжу. Затекает новых покупников – задача нелегкая. Но, например, для Речицкого метизного завода и другого выезда нема. Таких гигант, как держаться на плаву, работать только на внутренний рынок не сможет. Потребен европейский покупник. На наш рынок проникает, к сожалению, не очень качественный продукт. Как правило, это китайское происхождение. Завозят его, как правило, опять же наши предприниматели, поставляют торговые сети. И, конечно, фактор цены, он, безусловно, для массового покупателя имеет значение. Я должен сказать, те потребители массового промышленного производства, строительного комплекса, мебельного производства, которые берут, нареканий и жалоб, по сути дела, к нам по качеству нет. Поэтому мы соблюдаем все технологии, соблюдаем ГОСТы, я пользуюсь. У меня есть набор тех, по сути дела, метизных и дел, о которых вы говорите. Я считаю, что он вполне нормальный, но нам надо наращивать составляющую экспортную. Внутренний рынок очень маленький для нашего метизного завода. Представляете, сколько надо выпустить шурупов, болтов, чтобы обеспечить республику. Капли в море. Поэтому наше будущее метизного завода, конечно же, в Европе. Продукция речицкого метизного – якостная, а для продавать ее в великих объемах складана. Бусыровина закупается в России, а это увеличивает кончатковый кост метизов. Снижать вытворческие выдации, экономить оправленные энергетические ресурсы, закупать больше данные материалы, и конкурентоздольность однозначно повысится. И модернизация вытворчества, на которую вы решится складана, а для такой риска, выполненное руководительство предприятия, оправдана. Планируем, что в этом году у нас будет установлен комплекс холодно-высочного оборудования для увеличения производства высокопрочных болтов, и для этого уже производство печи, для термохимико-термической обработки, для обработки этого крепежа. То есть оборудование будет установлено, мы думаем, где-то в августе-сентябре месяце, печи она будет попозже, где-то в четвертом квартале. Одной из кропок в маршруте стало и наведывание речицкого товариства с обмежеванной отказностью НТС-полиграфия. Открыли его всего несколько лет тому. С начала линейка продукции была невеликой. Сейчас закупили новое обстановление, на котором вырабляются этикетки для продукции белорусских предприятий, например, для Гомель-Хлеб-Прама и Гомельского мясокомбината. Кажут, первые два месяца года были сопроводны над высшими складанами. Но сейчас руководительство с выполненностью смотреть в завтрашний день и в худшем будущем планует продолжительную модернизацию и связанную с этим по ширине ассортименту. Я считаю хорошенько крепкое предприятие, стабильно работающее, примерно 50 человек работает, 50 миллиардов оборот по году, по миллиарду на человека, это цифра неплохая. Это можно без сравнения с крупными хорошими промышленниками, они могли бы конкурировать. Тема новая абсолютно, тема интересная. В уголе практика показывает, что и буйные речицкие метизны, и маленькое полиграфическое предприятие могут працевать поспехово и рентабельно. Кризис не с долей затопить ни великий корабель, ни маленькую лодку. И все тому, что и они своевчасово поменяли экономичный курс. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадо-компания Гомель, Речицкого района. В Гомель отбылась рабочая встреча представников Державной инспекции по охове живёльных и рослинных освет у Беларуси и Державных агентств рыбной господарки Украины. Баки обмерковали пытания суместной деятельности на праграничных территориях. Олег Синцеров с подробностями. Державная инспекция оховы живёльных и рослинных осветов организация не только закрытая, но и рассказывать об всех подробностях своей деятельности тут не вельми мкнуться. Правда, это не тычется коллег и партнёров из других краин. Поделиться опытом и напросовками у Гомель приехали пространки Державного агентства рыбной господарки Украины. На початку сустречи огляд техники, якую выкрасовывают беларуские инспекторы. Арсенал великий от сучасных авто и так званых паусродков до мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. Нечто набытое ещё подчас створения инспекции. Нечто совсем новое, але усё в рабочем стане. Украинцы текаются техничными характеристиками и рассказывают об своих макчимостях. О речте у нас великая протяглась с уместных водных объектов, контролевать, які лепш агульными намаганнями. До речи, основная колькость порушений сегодня региструется минавито на водоёмах. В 2015-е годы инспекции составлено около 260 административных дел. Из этих 260 примерно 60% – это незаконное рыболовство и примерно по 20-15% – это нарушение правил лесопользования, а также незаконная охота. Подчас непосредного посяжения, размыва об оперативной ситуации и методах работы. Во Украине, например, у пытаниях охова природных ресурсов основный упор зараз на дейность рыбооховных патрулёв. На водоёмах они знаходятся практически круглосуточно. И, как кажуть, негде. Браконьеры сегодня настолько технично оснащены, что одными рейдами не обоистись. У Беларуси ситуация не такая напруженная, а для работы у инспекторов так само хапая. У целом по республице зона отказности державной инспекции по охове живойного и растительного свету больше 17 миллионов гектаров. И усюда повинен быть забеспеченный парадок. Эффективность деятельности белорусских коллег прознают и представники Украины, усоведящим одна задач к этой встрече – деталёвое ознайомление с нашим опытом. Алгоритм тех действий, которые прошла ваша инспекция на этапе создания её, поскольку на сегодняшний день в Украине намечено в планах создания аналогичной единой инспекции, как правоохранного органа, хотелось бы уберечься и самим, и уберечь наше руководство, нашего государства от возможных ошибок, которые были в вашей инспекции на этапе её создания, реформирования. В этой встрече представников Державной инспекции Охого живёльного и рослинного света Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины первая после досадково притяглого перапынку баки перекананы, споняние супрацовництва не принесло користи ни одной из держав и выказывать уповненность взаимодействие службы теперь может быть одновлено в полном объёме. Александр Тюров, Максим Славин, телерадио компания «Гомель». Захватить и натхнить на годную службу. У «Гомеля» провели день молодого супрацовника органов внутренних справ. Во врачистой обстановце у Музея боевой славы молодым милиционерам уручили лейтенантские погоны и подячные листы. На встречу запросили больше, как 40 молодых супрацовников милиции. Частка из них только пришла на службу и отримала первые лейтенантские погоны. У остальных заплячима год работы. За этот час они становчиво себе проявили, за что отримали грошовые премии, подячные листы и особливую милицейскую узнагороду по таздымок для разгорнута гостях Управлении внутренних справ Аблвы Конкама. Увагу оказали и батькам молодых супрацовников. Им уручили подячные листы за достойное выхование детей. Усе узнагороды в дельнике мероприемства отримали з рук начальника Управлении внутренних справ Гомельского Аблвы Конкама Владимира Захарчука. И он, до речи, на днях так само примерить новые погоны. Указом президента Владимиру Андреевичу присвоено звание генерал-майора. Сегодня в Гомеле звернуться до питаний оптимизации транспортной инфраструктуры города. Тут пройдена рада по питаниях развития велосипедной сетки. Обмерковать питание, якое у опошний час становится все больше актуальным, запрошены представники областной державы инспекции, Управление спорту и туризму Гомельского Аблвы Конкама, Громадских Организаций. Музей Буз Кветки Великой Перамоги завершил свое подороже по городах Беларуси. Опошним областным центром, где побывала перасонная выстава, стал Гомель. Как это было, расскажет Ганна Ковалева. Опошние три дня, ставшие уже знакомитостью, в Беларуси музей Буз колесил по всей Украине. Интерактивная выстава Кветки Великой Перамоги проехалася по всех областных центрах, а завершила свой марафон на Гомельской земле. В нашем регионе первым городом, где ее сустрели, стал Жлобин, затем автобус прибыл в областный центр. Дорогие, Гомельский прием был, бадай, одним из самых ярких. До музея Буза доучились мотоциклисты клуба «Ночные волки». Так, утворивши целую колонну, яны пробыли на пляцу куда лядовых аппалацца. Тут члены мотоциклисты передали в коллекцию музея некольких предметов в военных году. Идея нашего клуба, мотоциклисты «Ночные волки», основная, скажем, цель, задача и все, как можно это назвать, это быть патриотом своей родины, своей отчизны. Такая есть поговорка «Выйти в народ», не ждать, пока люди придут в музей, а поехать и им показать. Суместный проект БРСМ Федерации Профсоюза в Беларуси народился еще в минулом году. Тогда в операционном музее собрали предметы в году Великой Отчинной войны. За час подороже в каждом городе выстава пополнялась и новыми предметами. Когда же свои правы уступил год культуры, проект вы решили крыхузменить. Сейчас на заховывании сюда примают речи, которые отлюстрывают с традицией и самобытность нашей краины. И вот тут сформовались уже две тематичные зоны Беларусь военная и Беларусь мирная. Например, Витебск области нам предоставили костюм Мещанки 19-го столетия. В Минске нам предоставили костюм 17-го столетия парадный. Также сегодня нам предоставили костюм Гомельской области Неглевского района. В каждом регионе минимум один экспонат нам предоставлялся в пользование. И более того, когда посетители приходят, особенно ветераны, участники Великой Отечественной войны, они приносят с собой свои воспоминания, книги собственного сочинения, вот, к примеру, Шлобене нам ветеран предоставил свою книгу автором, которой он является «Дети войны», и мы включили ее непосредственно уже в экспозицию музея. Отдрузнение традиционных музеев тут до всякого можно докрануться, все можно примерить и сфотографовать. Причем куплять талончик у таким автобусе не треба, наведывание музея бесплатное. После Гомеля он отправится в Минск. Презентация обновленной экспозиции отбудется у столицы на передо Дня Незалежности. Посещая мероприятия я был в гостях и в других областях и сегодня здесь видя молодежь и что их здесь интересует именно, мы, наверное, в следующий раз будем выступить с предложением, чтобы здесь привозили в музей приезжали диджеи, то есть привлекать тем самым больше молодежи к этому мероприятию. Дороча Гомельщина стала завершением марафона и разом с тем початком нового проекта под названием «Диалог поколений». Один из первых прошел на базе телерадо-компании Гомель. Такие же диалоги отбудутся во всех регионах в области на протягу этого года. Они дадут мягчимость молодым людям заявить про свои погляды, идеи и креативные пропановы. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадо-компания Гомель. Сегодня в Рогачевском районе стартует международный лагерь дружбы детей славянских народов «Укриничка-2016», которые накированы на грамадянско-патриотичное и миротворшее выхование подрастающего поколения. Межтым сейчас в Рогачевском районе так само дейничает широк пришкольных лагерев самой разной тематичной накированости. Подробностей в нашем наступном материале. Во всех без выключения района Гомельщины великая увага зараз надается летняя здоровей занятости детей. Середняя школа номер 5 города Рогачева самая буйная во всем районе. Тут навучается свыше тысячи детей. Алею летней перы от установы адукации не пустую. Для самых маленьких выхованцев працует лагер культурно-досуговой деятельности «Веселка». Крыху старейших гостинная витая лагер праце отпочинку педагогичной волонтерской технологий у лагеры «Роболаб». Так само в середней школе номер 5 города Рогачева на летний период официйно праце у Латкована больше 40 навученцев в возрасте от 14 до 16 годов. Тут працуют две бригады. Одна над озеленением родной школы, другая проводит рестаурационные работы школьной мебли. Старшоклассники фарбуют, лакуются, ремонтуют ее. Для каждого школьника, которые працуют в таких бригадах, продуглежена працонная книжка и заработная плата. Третий год подряд я подрабатываю в школе с холером второго разрядом, реставрирую и разбираю мебель, крашу, лакирую ее. Уже получил не первую свою зарплату. Дома сидеть бывает скучно, а тут можно провести время использовать для дела. Особливая месса у летней занятости школьника Рогачевского района отводится спорту и здоровому ладу життя. С этой мэтой тут функционуют оздоровленные лагеры отповедные накерованости. Так само под шасслетних каникул с детьми проводятся цикавые экскурсии и сустречи на тему пожарной и особистой безпеки. Не забывают и о патриотичном выховании подрастающего поколения. Музей лес-солдата Рогачевского районного центра туризма и краезнауства детей и молоди являются наибольшь популярной для гэтых метал-плясокой. У фондах музея знаходятся больше 6 тысяч каштонных экспонатов. Наразі многие из гэтых раритетных предметов деткам дозволяют тримать у руках и навыц примирать на себе. Межтым у музея лес-солдата для школьников проводятся не только экскурсии, для их працуют розные объединания по интересах и познавальные гуртки, а так само проводятся туристко-краезнавчая экспедиции по местах боевой славы. Мы ухаживаем за могилами неизвестных солдат, мы ухаживаем за памятниками советских воинов на территории Рогачевского района. Через экспедицию «Багратион» прошло более 400 учащихся школ Рогачевского района, Жлобинского района и школ Быховского района Могилевской области. Вероника Ворошилина, Настасья Кучинская, Яуген Макеенко. Отели радио компания «Гомель» Заргачева. И это была почная информация нашего ранешнего выпуску. У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова